Подростки Пермского края этим летом не сидят сложа руки. По мнению многих ребят летняя пора – это шанс не только хорошо отдохнуть, но и заработать свои первые деньги. Такую возможность ребята получили не только благодаря участию в трудовых лагерях, но и тесному сотрудничеству Краевой службы занятости и муниципалитетов. Наши пермские коллеги расскажут о перспективности такого проекта и о том, как проходит его реализация в Березняках. Покормить кедровку, конюка и ястреба можно, работая в живом уголке станции юных натуралистов. Такую временную работу в период летних каникул для подростков организует Краевая служба занятости населения. Совместно с муниципалитетами зверей и птиц сюда приносят местные жители. Раненых или просто отдают. Подростки обеспечивают им полноценный уход. Есть мадагаскарские тараканы. Когда их берешь в руки, они шипят. Они очень юркие, могут по отвесному стеклу забраться. Есть красноухи, черепахи, это еще крохи. А это отдел водоплавающих и насекомых. 17-летняя Анна уже опытный работник. Приходит сюда каждое лето третий год подряд. Мне нравится здесь работать. Когда я прихожу на работу, я первым делом иду за кормом, который заморожен. Его размораживаю. Помимо этого могу пока почистить аквариум, дать другой корм. Работа временная, но приобретенные навыки на всю жизнь. Эти дети теперь точно знают, как вырастить настоящий цветник. Каждый день с 9 до 11 утра работают в саду той же станции юных натуралистов. Просеивают грунт, пропалывают и оформляют клумбы. Рабочий отряд – 10 человек. Весело, коллектив дружный. Каждый день новая работа, увлекательная работа. Браты делать научился лопатами, чтобы красиво было. Это вот моя работа. Всего в Пермском крае в текущем году планируют трудоустроить больше 6 тысяч школьников. Подростки могут заниматься благоустройством, озеленением, работать курьерами, почтальонами и выполнять косметический ремонт школ. А, например, в детской библиотеке Березнюков составляют акты списания старых книг. Практически с апреля начинаются уже звонки. Дети звонят. А где можно поработать? Все эти 6 лет, которые у нас распределены, 1610 подростков. Цель, конечно, приобщить детей к труду. Проекты по трудоустройству школьников организуют во всех центрах занятости городов и районов края. А чтобы вакансий было больше, заключают специальные соглашения с муниципалитетами. Мы уже заключили сегодня 22 соглашения с муниципальными образованиями. В частности, Александровский муниципальный район, который в этом году увеличил количество финансирования до 80% по сравнению с прошлым годом на создание временных рабочих мест. В целом, на временные работы направлено около 6 миллионов рублей. Из них половина пойдет на трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. В центр занятости по месту жительства можно обращаться с 14 лет. При себе иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Детям до 16-ти необходимо также письменное разрешение на работу от родителей или опекуна. Мария Лазарева, Алексей Бисеров, Часпик.